Все мы ходили в походы, и все мы пели песни у костра. Одной из самых популярных песен у костра является руссо-матроса, которую приписывают чужу. Сегодня же в Криворог приехал уникальный человек. Ему имя Захар Май, и именно он является истинным автором этой песни. Вы впервые в Кривом Роге? Я впервые в Кривом Роге, да. Да? А успели что-то посмотреть, пока ехали? Нет? Мы сходили в эту самую, поели и попили, в Черентану пиццу. И там очень слабо включены... Кондиционер? И холодильники. И холодильники. Поэтому из этого пока что... На этом основывается мое впечатление о Горде. Я плохо говорю после инсульта, и буду все время сегодня так говорить. Ничего страшного. Я смотрела фильм о вас, «Улетая в свой космос». И вы говорите, что везде ездите со своей техникой, и не заявляете никаких требований к местным организаторам. Да, правда. Потому что не знаете, чего ожидать от местных. А чего ждете от публики, от нашей Криворожской? Ну, публика обычно мне позволяет и прощает гораздо больше, чем стоит. Поэтому ничего особо и не жду. Здесь очень мало места, чтобы танцевать. А вы любите, когда народ танцует? Люблю, когда народ танцует, да. Думаете, справится? Я надеюсь, что все будет хорошо. В смысле, мало места, чтобы танцевать? Ну, клуб небольшого размера. Так, из всех людей, которые придет, которых вряд ли будет много, захочет танцевать максимум пара-пару. Так что, я думаю, с этим проблемы не будет. Справится. Обычно, да, две пары, причем они обычно тоже предсказуемы заранее, которые захотят танцевать. Танцевать при людях очень сложно. Также вы говорите, что вот ваша вся жизнь, это как сплошная дорога. Одни поездки, и постоянно вы куда-то едете. А смогли бы вы вести более спокойный, сидячий образ жизни? Не знаю. Наверное, да. Я сейчас вообще ничего не делаю. И поэтому все, что угодно, что тяжелее, чем сейчас, наверное, было бы нормально. Ну, не устаете от того, что постоянно дорога, постоянно поезда, или самолеты, или машины? Самолеты, это, в общем, не особая дорога, да, они не утомляют. Вот. Сейчас гораздо легче все, чем было те же, там, 10 лет назад, когда были поезда. Но сейчас с самолетами совсем все просто. Вы родились в Харькове. Да. В СССР. Да. И уехали из Украины, когда она еще была в составе СССР. Уехали в штат, правильно? Да. А вернулись уже в Россию. Почему в Россию, а не в Украине? Потому что я тогда с музыкантами вместе работал, и они жили тогда в России. А сейчас, когда я один, я живу в Украине, потому что я вернулся в свой город обратно. И вернулись только из-за музыки, или были другие причины уехать с Америки? Ну, в Америке надо работать. Я работать не люблю. И поэтому, когда я смог уже не работать, я переехал туда, где это делать не обязательно. Вот. Получается так. А на самом деле, я живу в своем городе, потому что для меня максимально комфортно. А у меня сейчас, типа, призовая игра, и все разрешается. Смотрите, вы выступаете и в России, и в Украине, да, и везде с определенным успехом. Я как Иосиф Кобзон. Я недавно это понял, да. Ну, как бы так сложилось, наши страны сейчас немножко ссорятся. Отразилось ли это как-то на поклонниках и на публике? У меня было пару раз, когда я не очень понимал, как себя вести. Например, в Туле. Я все время выхожу в перерыве курить с публикой, и публика может быть не так настроена, как я ожидаю. И вот в Туле, например, она была немножко более ватная, чем, как мне кажется, прилично. Но с тех пор я, наверное, подобрал свои ожидания, и меня это уже не удивляет. Ну, а приходится менять репертуар для украинцев, для россиян, нет? Ну, приходится, наверное, пропускать какие-то песни. Но не те, которые знаменитые, а те, которые я скорее пробую. Ну, так, чтобы наши танки не приходилось играть, еще такого не было. По идее, должно быть. И сейчас еще очень расслабленная обстановка с этим делом вообще. Никто же не проверяет даже список песен перед Россией гораздо менее фашистской, чем могла бы быть. Понятно. Ну, и напоследок, конечно, хотелось бы, чтобы вы что-то пожелали криворожанам, которых вы только увидите. Ну, еще не знаете, какая-то публика, но тем не менее, какое-то маленькое пожелание для криворожан и Украины. Ну, первым делом, конечно, построить дорогу в Невропородск нормальную. А про остальное я еще не знаю. Спасибо. И хорошие дороги обратно. Спасибо большое. Я бы вас позвал, но я особо не ручаюсь за то, что это будет интересно. Что, это будет интересно, я уверена. Спасибо за приглашение. Я сейчас больной и слабый, поэтому... Ну, вот. Спасибо за приглашение. Добрая воля присутствует с моей стороны. Спасибо. Приятно очень познакомиться с вами. Спасибо.